Моя заочная подруга Я когда-то, много лет назад Принимая за чистую монету Что питомник, мы с ним будем сотрудничать Я сейчас она мне Она наверняка садовод Вот Я позвонил, какая-то женщина ответила Слышали про железо А она говорит, да, слышали Вот, тогда меня сейчас Больше, чем сейчас, то поколение вымирает Просто Которая знает, знала меня Вот, а Она вам перезвонит, она мне не перезвонила У нее начало подозрение Она, у нее настоящий сад Или только это Камуфляж И вот я нашел этот фильм Вот, что-то прислал Это было давненько Два-три года назад Но он еще и сейчас у нее на сайте Есть Эта фотография давненько, за год или два назад я сделала Меня удивило то, что она с такой любовью Рассказывает про настоящие Холновидные яблони, тут не спутать А мне только один вопрос Вот сейчас я ей задам Вот она же говорила, что Извините, мы ваши фотографии украли Но Ну, ты это самое Но вы сами виноваты Я могу только делать, что они слишком хороши Фотографии Ну, вот так вот Такое было письмо Я теперь рассчитываю с ней Потеряв деньги Вот Потеряв деньги Настоящие деньги Потому что Меня обвинили Меня железо и моральный ущерб Обвинили в плагиате Что я присвоил фотографии Вот Меня отказалось печатать крупнейшее издание И вот она-ка это Я знаю, да или нет Не знаю Вот Там груши, абрикосы, сливы Прочие черешни, персики Понятно У нее быть не может Она на это как-то написала Уральская земля Не может быть на этой Уральской земле Знаете, почему не может быть колонн? Ни груш, ни слив, ни абрикос Знаете, почему их не может быть? Потому что их в природе вообще ни одной нету Вопроса нету Ни одного Все, что я вам показывал Вот то выше Это творчество художника Ну, можно нарисовать автомобиль Мерседес Красивым можно нарисовать Даже красивее можно нарисовать, чем на деле Можно шестью колесами нарисовать Даже для крутости Вот И вот получается, что все Вопрос Где хоть одно яблочко? Где хоть одно яблочко? И в фильме видно, что ни одного нет Ну, а дальше это все те же Потому что я еще надеюсь Я бы, может, сменил, где бы на милость Мне как Торценко говорит Константинович Предложи им сотрудничество Пусть они у тебя покупают эти самые Косточки, черенки Пусть вырастет на остатки часа Я заранее знаю Никогда Палец об палец Купят, продадут Купят, продадут Выращивать не будут Даже мои надежные Даже учитывая, что там теплее, чем у меня Чуть-чуть теплее А это просто Вот они Видите? Вот это вот с моего сада Вот И еще знаете, в чем заключается? Чистое мошенничество в чем? Назвав Переврав Уральские зори Это Естественно Придумали Но они придумали все Артикул придумали Дерево среднерослое Сольские несокровные У них нет ни одного дерева Плоды такой массой Вот Понимаете? Все вранье Все вот Вся вот это Весь сайт вранье Моя украли Видите? Они Попали Я бы не обратил внимания Господи, моя линейка Ё Вот она, моя линейка-то Которую вся страна садовая знает А мозгов-то нет Что такое слева шелест? Почему шелест? Ну И опять ей даже все придумали Каждое слово вранье Ее же у них нет Значит, это все вранье А вот это Мне еще, значит Возмутило 25 лет Я борюсь с этой подлостью Где-то Когда-то Сдуру Крупнейший журнал Опубликовал Это самое Письмо Статью И несколько фотографий Где прекрасно Растут саженцы В этих самых Покрышках Еще покрышки покрасим Это смертельные ловушки Уже смертельнейшие Ну как Можно отстать От жизни Если я 20 с лишним лет Талдычу об этом То почему Миралеева не знает Что покрышки Это смертельные Ведь это же Учеба Для людей Зачем выбрасывать Покрышки? Посажу Поливать удобно Это смерть Садам Это та самая Страшная вещь Когда Сгнивает Все основание Штамба Ну где совесть-то? Ну не знаю что Надо чему-то учиться Я все время Друзья Забываю Не забываю А поначалу Я обзванивал Такие Это самое Вот Я спрашивал Скажите пожалуйста Мне нужно Вот вас Великолепнее Не обязательно же Мои Это может быть Там Тысячи Тысячи фотографий Чужих садов Я говорю У вас же Сорта Мировых стандартов Это В России За гранью Этого самого Скажите нам Типа Ваш Художник Этот Садовод уже Полусил на близкой премии Нет еще А скажите Фамилию Нет фамилии Нету Вот тогда И появляется Вот такое Что любой художник Специалист Вот так вырастил Потом Сад бы погиб И хотя бы Других предупредил Что Нимайтесь дурью По крышках садить Имею право Я обороны Имею право Мой прогноз Гражданка Миралеева Все что вы продаете Из плодовых растений С фотографиями Из интернета Не доживет До плодоношения Все что продаете Я не прав Тогда скажите Откуда дровишки Я когда то должен узнать Ведь саженцы Откуда то привозят Я догадываюсь Что за пределы России То есть с юга Ну еще Попалось на глаза Вот это вот Продают Грин Мази Мази Короче еще один Этот Меня знаете Что поразило Я очень близко Знакомился Манжурским абрикосом Наверное Я сейчас Самый раскрученный В России Что касается Манжурского абрикоса Даже на Дальнем Востоке Вы Не купите Такое чудо Как у меня Так Меня убило Что Я Учеба Чтобы вы попадались И разбираюсь Других научили Вот Когда-то в школах Пусть преподают Перед вами фотография Абсолютно Больного Дерева А другого Значит не было Теперь смотрим И допустим Похоже Что Ну фотография Любительская Дерево Паршивое Ему жить осталось На носилый год Так И ничего тут Не поделаешь Такая жизнь Вот Меня убило Что Смотрите внимательно Вы сейчас Сами не поверите Придется укрупнять А От 3 500 До 12 Тысяч Рублей Видите Начиная От Двух Метровой Вот он Уже 3 500 У Железова Была Последняя Сергея Цена 300 Рублей Или там Ну и то От спроса 300 200 600 По разному Продолжен 3 500 Кто сказал Что У Железова Дорого Чуть Уже Повыше 5 500 А еще Выше 12 А я Показываю Совершенно Больное Дерево Вот так Вот Ладно Идем Дальше Только Чуть Убавим Вот Теперь Я еще Подумал Ну не может Быть Чтоб Связи Не было Между этим Это же Манжурский Абрикос Красноярские Продавали Что-то Подозрительное Под видом Манжурца По 800 Рублей Вот Еще в одном Месте Лабрикос Манжурский 300 Рублей Ну там По крайней мере За эти дрова Хоть 300 Рублей Не так уж Разорительно Вот И вот Эта же фирма Ля-ля-ля Вот моя фотография Вот она Видите Она самая Распространенная И где она Смотрите Вот Но только Я бы Повесился бы От позора Застрелился Если бы Это была Моя Фотография Нашли Где-то Редактор субтитров